Здравствуйте, друзья! Я вас приветствую на канале OpenWeb, и это видео для тех счастливчиков, которые хоть раз в жизни пытались обновить мажорную версию фреймворка, на котором написан какой-то, ну, более-менее большой проект. Они, наверное, знают, что когда мы делаем композитор апдейт, у нас вылетает... Улетает пятьсотая ошибка. Все потому, что мажорная версия и обратная совместимость — это слова как бы ни в одном предложении, скорее всего, даже ни в одной книге. То, что нам никто не дает гарантии, что предыдущий код будет поддерживаться. И что делать в этой ситуации? Ну, конечно, мы начинаем ходить руками, смотреть, где что поменялось, кто-то начинает писать какие-то скриптики, которые начинают заниматься автоподменой кода. Ну, такое себе занятие занимает много времени, тем больше проект, тем больше этого времени и требуется. Эту идею я подсмотрел у коллеги по работе, он, собственно, подсмотрел еще одного человека, откуда тот человек эту идею взял, ну, не знаю. Ну, собственно, она меня затащила, и сейчас я с вами поделюсь. Заебись. Четко. Я для примера развернул ларку in Symfony, чтобы максимально показать, что можно взять один код на ларке, перетащить в Symfony, и он будет работать. И это не означает, что я в ларке буду использовать компоненты Symfony Scale, хотя там их и так достаточно. Код я сейчас полностью писать не буду, потому что я его написал, записал видео, и у меня флеска сказала... Кто такой, давай, до свидания. Поэтому я вам сейчас просто покажу скриншоты, и это даже будет быстрее. Я развернул ларку in Symfony, чтобы максимально показать, как можно один и тот же код использовать и там, и там. Так у нас выглядит контроль для ларки. То есть у нас юзер-контроллер наследует какой-то абстрактный контроллер, в котором мы реализуем метод шов. Собственно, вот эта бизнес-логика, она сделана максимально влог, максимально неправильно, потому что контроллер не должен говорить, как модели жить. То есть модель сама решает свою бизнес-логику сама, контроллер только дергает нужные рычаги. Но я сделал так, чтобы просто максимально забить количество строчек кода, чтобы это, ну, хоть как-то было похоже на проект. Потому что вы все сразу понимаете, то что в проекте не может быть три строчки кода в контроллере, и там, как правило, больше. Ну, дальше у нас стандартный вывод, если у нас пользователь не был у нас на влогах, у меня использователь был у нас выкидывать на юзер. И даже здесь мы вот понимаем вот эту логику, мы можем использовать как и в юзер-контроллере, это может быть какой-то айпишный контроллер. Это может, даже быть, какая-то клишная команда посмотреть пользователь в консоли, как бы нормальная история. Теперь мы посмотрим, как такую же логику мы реализуем на Symfony. Symfony мы тоже назовем юзер-контроллер, который наследуется от абстрактного контроллера. Ну, здесь мы используем, в данном случае, доктрину, мы дергаем через сервис, контейнер у нас юзер-реприжиторий, находим там пользователей, ну и все то самое. Только заместо сурганизатора Blade у нас в Symfony я использую Twig. Хотя Symfony это конструктор, можно все 100 года наградить. И даже мы здесь видим вводе, ну, если мы сейчас возьмем просто листочек бумаги и нарисуем схему, то схема одна, но код здесь и код здесь, он почему-то разный. И вся идея заключается в делать так, чтобы этот код можно было таскать из одного контроллера в другой контроллер, и чтобы этот код работал и там, и там одинаково. Хотя у нас, казалось бы, два разных фреймворка. Для начала нам надо создать DTO-объекты. DTO это DataTransfectObject, по-моему, так делается. Короче, это объект, который позволяет передавать нам некие данные другим объектам. То есть, с помощью этого объекта мы декларируем условия и данные в нем. Создаем в namespace app.dtoRequestId, в котором я позже буду хранить ID-шник. Здесь будет у нас конструктор, setter и getter. И создаем useCase. UseCase, как бы вот это название нового, уже из уст в устал, приходит. Объект служит для того, чтобы в себе хранить именно тот функционал для взаимодействия объектов. Как раз здесь будет у нас конструктор и будет метод, который будет уже хранить ту логику. Мы сюда передаем нашу DTO, в котором мы декларировали определенные условия. Мы здесь загружаем модельку. Модельку мы передаем просто имя класса нашей модели. Это по факту просто обвязка над лавкой с QR-мкой. Чтобы мы от нее могли отвязаться. Здесь мы уже указываем нашу логику для поиска пользователя. Создаем метод фильтра в нашей обвязке для QR-мки. Собственно, не важно какой код. Важно то, что этот метод нас ограждает от логики самой модели. То есть мы от нее отстраняемся. И в случае чего при обновлении нам достаточно будет попасть один метод, а не весь проект. Дальше нам будет, конечно, желательно создать еще одну DTO для респонса. Но я лениваюсь, что я вам просто скажу, а вы там уже сделайте. Теперь здесь создаем два наших объекта. Квест ID куда-то кинем ID. И указан наш новый use case, в который погружаем всю логику работы с нашей моделью. И дальше мы просто берем нашего юзера из метода get. Собственно, все вот эти три строчки мы берем, просто копируем в контроллер для Symfony. Собственно, в Symfony получается плюс-минус тот же самый код, за исключением последних двух строчек. На самом деле над ними тоже можно сделать обертку подобного заплана. Но это уже как бы на цвет и вкус все фармастеры разные. Собственно. Дальше я просто беру два файла DTO и копирую в Symfony. Ну, в принципе, плюс-минус подобным. Разум то, что... namespace у нас сохранены, user у нас сохранены. Только в use case надо, собственно, поменять модельку на entity, которая у нас в доктрине. Разумеется, только вот это entity нам нужно будет поменять для, собственно, доктрины. Потому что у нас там была ларкерская ремка, название которой я не выговаривал. А здесь у нас доктрина, а в доктрине у нас есть entity. Разумеется, это, может быть, тоже было бы обернуть и этот код тоже изолировал от этих проблем. Ну, как говорил раньше, я показываю только суть. Надеюсь, на таком простом примере я смог показать, как можно себя отгородить от таких проблем. Ну, хотя бы не на 100%, но на 95% точно. Так оно было интересно. Как всегда, не забывайте поставить лайк, подписаться на канал и всем чистого кода. Субтитры сделал DimaTorzok